Здесь был трест, который лопнул. И это не громкая метафора, а реально существующее здание. Расположено оно в самом центре города на переулке Дзержинского. Трест, который занимал тут долгие годы оба этажа, съехал давно. Далее здание перекочевало в руки арендаторов, потом неуютные офисы и вовсе опустили. Тогда некогда густонаселенный сотрудниками дом перешел в разряд пустующих, правда ненадолго. Этот аппетитный кусок недвижимости, да еще и в самом центре города, стал желанным пристанищем для лиц без определенного места жительства. Хотя согласно закону, собственник, пусть и потерявший интерес к этому объекту, все же обязан был закрыть доступ в здание. И работники ЖЭСа, на территории которого и расположен объект, уже не раз информировали об этом хозяина двухэтажки. На сегодняшний день по этому зданию, в частности, проинформировано также УВД района о том, что есть вопрос. Вопрос решается по мере выявления, но факты возникают снова и снова, как вы видите, место посещаемое, поэтому решается по мере необходимости. Справедливости ради стоит отметить, что попытки закрыть вход в пустующее здание все же были. На окнах решетки, да и на месте двери арматура. Однако народные умельцы без определенного места жительства приваренные прутья сняли, да еще и наверняка наварились на этом, сдав их на металлолом. Теперь, чтобы попасть в здание, достаточно выполнить несложный акробатический элемент, и можно изучать внутренний декор. А здесь заброшенный трест больше напоминает трущобы. Горы мусора, повсюду разбитые стекла и ветошь, хотя в некоторых апартаментах намек на уют все же есть. При посещении данного здания не вызывает сомнения то, что недавно тут находились люди. Об этом свидетельствуют остатки еды, пищи, в том числе бутылок из-под алкоголя, а также разбросанные повсюду окурки от сигарет. Ну а при ближайшем рассмотрении становится очевидно, люди здесь не просто были, но и жили, а вернее живут. К решению квартирного вопроса подошли довольно щепетильно. В помещениях оборудованы лежанки, есть стулья, а единственную застекленную комнату выделили под гостиную. Здесь и импровизированный шведский стол с десертом и фруктами, опустошенная тара от плодово-выгодных аперитивов. Однако все это вполне обычная картина для таких злачных мест. Неожиданной стала лишь начинка шкафа. Здесь жильцы-нелегалы и вовсе попытались соорудить что-то наподобие курятника, и судя по наличию там яиц, им это удалось. Впрочем, вся эта хозяйственная лирика отступает перед законом, жить в заброшенных помещениях запрещено. Основные требования по эксплуатации неэксплуатируемых зданий предъявляются к собственникам зданий. В соответствии с ТКП, техническая эксплуатация, они должны обеспечить надлежащее закрытие здания для предотвращения доступа и проникновения неустановленных лиц. Ну а когда это требование собственник игнорирует, свободные квадратные метры тут же начинают обживать бездомные, либо выбирают в качестве места для вечерней дислокации компании подростков. А далее сигареты и алкоголь. А вот чтобы узнать, насколько жестокими могут быть развлечения вблизи вот таких домов-призраков, достаточно посмотреть вот на эту машину. Ровно три дня назад хозяин пригнал ее сюда, чтобы впоследствии отремонтировать в одном из близлежащих гаражей. И спустя несколько дней, пожалуй, только он сам может рассказать, что это была за марка машины. Ведь вандалы уничтожили ее практически полностью. Нередко такие вечеринки заканчиваются и подвой пожарных сирен. Только в прошлом году по такому сценарию в Гродно произошло пять пожаров. В нынешнем уже два. К примеру, у нас в апреле было неэксплуатируемое здание бывшей воинской части, загорелось бывшее административное здание, горело перекрытие между первым и вторым этажом на площади 10 квадратов и кровля на площади 15 квадратов. Причиной пожара, мы считаем, послужило это неосторожное обращение граждан с огнем. В том числе рассматривалась версия неосторожного обращения детей, лишалось детей с огнем. Сейчас в республике проходит акция за безопасность в месте. В ее рамках ежедневно проводятся рейды по пустующим зданиям, подвалам и домам. Практика показывает, факты вопиющей бесхозяйственности в Гродно, хотя и есть, но случаи это единичные. В большинстве своем такие дома-призраки на особым контроле и все попытки обжить их решаются с помощью молотка. Лена Молчанова, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова